Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Пастор Джордж Пирсон свернулся, и послушайте вот, что название нашего учения на этой неделе — «Процветание в трудные времена». Да, мы. Говорю вам, не имеет значения, что делает этот мир. Наше процветание связано с Богом. Совершенно верно. Поэтому мы процветаем в хорошие времена, и мы процветаем в плохие времена. Не имеет значения, что происходит в экономике. Мы процветаем. Что бы ни происходило. А причина в том, что какая бы ситуация в экономике ни была, мы приносим десятину. Мы постоянно даем. Мы никогда не прекращаем. Это важно. Важно. Верно. Поэтому мы никогда не прекращаем процветать. Продолжаем. Аллилуйя. Это хороший план. Глория, так здорово быть вместе с вами на этой передаче. Я в таком восторге, что могу быть вместе с вами. И вы все, конечно же, знаете, что пастор является старшим пастором международной церкви Eagle Mountain. Да, здесь. И ты там уже достаточно долгое время. Я здесь уже 22 года. Если будешь внимательным, получишь золотые наручные часы. Жду с нетерпением. Для нас честь, что ты с нами, пастор Джордж. Я рад быть здесь и хочу напомнить еще раз, что тезисы нашего учения доступны для вас на нашей странице в интернете. Найдите их и воспользуйтесь ими. Скачайте все тезисы, которые вам нужны для себя. И сегодня мы можем видеть, что это 171 день. 171 день. Сегодня 171 день. Хорошо. 171 день назад мы начали учить о процветании. 170. Вот столько передач. Ты дипломант процветания, профессор, эмеритус. Мне это нравится. Я не знаю значение этого слова, но ты эмеритус процветания. И знаете что? Это потрясающе. Я научился. Я уверена, что ты преуспеваешь, не так ли? Я научился у вас. Аллилуйя. Тогда я тоже преуспела. И за все эти годы я узнал все те вещи, которые мы учим на этих передачах. От Кеннета и Глории Коплэнд. И знаете, сегодня я преуспевающий человек. Благодаря моим тещи и тестю. Я так взволнован. Что ж, Джордж, если подумать, ты прошел долгий путь. Вы опять собираетесь рассказать о моих коротких брючках? Джордж приехал из земли, где живут янки. Началось. Он высокий мужчина. А его бриджи были коротковаты. Когда бриджи короткие, мы называем их «вода в подвале». Но через какое-то время он начал процветать и носил уже другие, новые брюки. Он прошел весь тот путь, который должен был пройти. Да, они прошли. Посмотрите, каким щеголем он сегодня выглядит. Я сегодня немного приоделся. Аллилуйя. Аминь. Я помню первый день, когда я приехал сюда из университета Урл-Робертса. Да. Да, я встретил там Терри, и она привезла меня домой, сюда, в Техас. И я остановился у родителей Кеннета. Я жил у них в течение года, пока мы с Терри не поженились. На следующее утро я проснулся и начал искать свою одежду. Я не мог ее найти. У меня только было то, что было на мне. И я спросил у мамы Кеннета. Но вы не видели мои одежды? Она сказала, дорогой, я дал ее в благотворительный фонд. Такой плохой? Да, уж такой плохой. И она купила тебе что-то новое, да? Она купила. Это было хорошо с их стороны? Дедушка взял меня и провез по магазинам и купил мне кое-какую одежду. Купил мне костюм. Думаю, это так мило. Сказал мне подстричься. Это забавно. Следовало бы показать фотографии. Он же мог бы купить какую-нибудь новую одежду, когда я впервые вошла в эту семью. Он купил вам одежду. Я слышал проповедь, которую брат Кеннет проповедовал не так давно. Он рассказывал, как вы с Кеннетом и его родителями поехали на одно из партнерских собраний Орл Робертса. Это было наше первое посещение. Да, купил. И дедушка тогда купил вам платье. Да, верно. Замечательный человек. Говорю, он был добрый человек. Он жалился над маленькой девочкой из Арканзаса, у которой не было одежды. И они жалились над маленьким Янке из Массачусетса. Джордж, у нас все хорошо получилось. У нас действительно получилось. Мы были хорошим вложением. Мы живем с этим все эти годы. Да, мы прижились. И я так счастлив быть с вами на этих передачах. Мы любим, когда ты приходишь. Кеннет и Глория очень много значат для меня. Они фактически взрастили меня. Мне было тогда 22 года, когда я появился на пороге вашего дома. Ты был очень молод, не так ли? Был очень молод. А теперь, уже через столько лет, наша семья так выросла и продолжает расти. Да. И вы научили нас, Глория. Вы, Кеннет, научили нас, как процветать. Поэтому эта серия передач пришла благодаря вдохновению от того, чему вы научили тело Христова. Несмотря на то, что происходит вокруг нас. Несмотря на то, что происходит в экономике, мы не подчинены времени. Мы являемся гражданами Царства Божьего. Да, мы живем сейчас в опасное время. Посмотрите вокруг, и вы увидите все, что происходит и в этом мире, и в экономике, и в других сферах. Да. Происходят различные вещи. Но давайте начнем нашу серию передач. Она называется «Процветание в трудные времена». И скажу вам, что Глория сказала перед тем, как включили камеру. Она сказала, когда продвижение к цели становится все труднее, сильный начинает продвигаться. Сильный начинает продвигаться. Сильный начинает двигаться и продвигаться. Да, да. И вы должны быть такими. Конечно, должны. Вы должны быть сильными в Слове Божьем, чтобы выстоять и верить Богу и не позволить окружающему повлиять на вас. Мы живем в этом мире, но мы не от мира. Мы не от этого мира. Да. Мы не от мира. Итак, второе послание к Тимофе... Слава Богу. Третья глава. Это будет хорошо. Первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». В расширенном переводе Библии сказано «но пойми следующее», то есть это то, что мы можем понять, что в последние дни наступят тяжелые времена больших потрясений и проблем, с которыми трудно справиться и которые трудно вынести. И мы видим это вокруг нас. Мы можем видеть, что происходит в финансовом мире и вообще в этом мире. Мы живем посреди этого. Мы живем в последнее время. И знаете, я смотрел передачи, которые вы сделали вместе с Билли Бримм. Тебе понравилось? Боже мой. Билли чудесная. Какие послания. Потрясающе. Но знаете, тема, главная тема, о которой Билли говорит, это то, что мы живем в последние времена. Мы в этом периоде. Как она, по-моему, это называется? Это конец дней. И на основании этого местописания мы видим, что в этом конце дней придут тяжелые времена. Я посмотрел слово, переведенное как «тяжкие», «тяжелые». И в греческом языке это значит «трудные, темные, опасные, неистовые, жестокие времена», которые трудно переносить, беспокойные, дикие, полные тяжелых испытаний. И знаешь, если посмотреть на ситуацию здесь, то все кажется не таким уж и плохим, но речь идет обо всем мире. Это касается всего мира. И во многих местах мира, именно сейчас, времена чрезвычайно тяжелые и темные. Да. Это слово здесь работает. Да. Так же, как оно работает и для отдельных людей. Да. Даже если вы живете в стране, где в целом ничто не процветает, то если вы стоите на Слове Божьем, вы можете процветать. Вы скажете, каким образом Бог может дать мне процветание? У Него есть сотни путей, чтобы дать процветание и вам, и мне. Одно изобретение, одна идея, один прорыв. И он знает, как просто нельзя вступать в естественную сферу и думать, как он может дать мне процветание. Да, верно. Вам нужно войти в Слово Божье. И тогда вы говорите, если Слово Божье так говорит, это мое веро. Послушайте, это служение процветает. Да. Все эти годы и через экономические подъемы и спады. Послушайте, это служение стоит на Слове Божьем. И на самом деле, это главный ключ ко всему. Да. Стоять на откровении Слова Божьего. Вместе применять нашу веру, чтобы, несмотря на происходящее вокруг, мы процветали. Чтобы мы преуспевали и процветали, а не просто выживали. Понимаете? Мы процветаем. Верно. Мы процветаем. Мы процветаем. Ну, знаешь, я думаю, что кто-то может подумать, но у меня нет пути к преуспеванию. Как это может сработать для меня? Да. Они сделали и то, и это, у них есть то, и это. Мы начинали не в таком состоянии, в каком находимся сейчас. Я начала с того, что варила картошку в кофейнике. И у меня была картошка, потому что мама Кеннета дала нам небольшой мешок картошки. У нас не было холодильника, у нас не было плиты. Мы сняли в аренду дом, в котором не было мебели. Мы должны были думать о своем положении. Нам пришлось арендовать раскладную кровать. Раскладушка. Раскладушку. И у нас был кофейный столик, который Кеннет смастерил в старших классах. У нас был черно-белый телевизор. Это было не так уж и плохо, просто картинка в этом черно-белом телевизоре была вот такой высоты. И шла поперек всего экрана. И что тогда показывали? Беверли-Хиллбиллес как раз начинали показывать. По крайней мере, я раза два посмеялась над тем, что было в Беверли-Хиллбиллес. Они были вот такого маленького размера, но я могла рассмотреть. Так что я знаю. Я была в таком положении. Не имеет значения, где вы начинаете. Значение имеет, чтобы вы начали на Слове Божьем и чтобы вы помещали его перед своими глазами. Вкладывали его в свои уши и чтобы говорили своими ушами. Мы можем быть как Джет Клампетт, персонаж из этой комедии. Придите и послушайте историю человека по имени Джетта. В бедном парне, который едва мог прокормить свою семью. Однажды он охотился, чтобы добыть еду, и вдруг из-под земли вырвалась струя нефти. Ну, это, наверное, в те дни это меня подбадривало. Конечно, подбадривало. Итак, мы процветаем посреди этого мира. А я была как эта дикая провинциалка Эли Мэ. Да. И посмотрите на нас сейчас. Не имеет значения, с чего вы начинаете. Не имеет значения. Значение имеет, чтобы вы начали на Слове Божьем. Да. Вы вкладываете его в свои глаза, уши, помещаете его в свое сердце, исповедуете своими устами и говорите, это мое, я это имею. Я это имею, я исцелен, я избавлен, я процветаю. И вы будете это иметь. Это проявится, если вы будете подкреплять это Словом Божьим. Вам нужно постоянно вкладывать в себя Слово Божье. Я не могу прекратить помещать в себя Слово Божье, иначе я соскользну назад. Да. Вы вкладываете его в свои глаза, в свои уши, оно попадает в ваше сердце. А Библия учит, что когда оно попадает в ваше сердце, оно исходит из ваших уст. И тогда за ним стоит сила, которая его выполняет. Аминь, Глория. Продолжай, Джордж. Давайте откроем Колоссянам. Первую главу. И помните, в Иоанна 17 главе сказано, что мы в этом мире, но мы не от этого мира. Мы были избавлены от власти тьмы и переведены в царство Его возлюбленного Сына. Послание Колоссянам 1, с 12 по 14 стихи. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, призвавшего нас, избавившего нас, он уже нас избавил, избавившего нас от власть тьмы, и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление. Искупление крови Его. Это нам принадлежит уже сейчас. И прощение грехов. Да. Слава Богу. Итак, мы были переведены. В греческом языке это слово имеет значение «перенести и унести». Нас взяли из одного места и поместили в другое. Мы были избавлены от этой тьмы. Аминь. Послушайте, недостаток — это тьма. Недостаток — это тьма. И теперь нам нужно научиться жить в этом месте, куда мы были доставлены. Мы не можем постоянно говорить так, как мы говорим во тьме о недостатке, болезнях, немощах. Нам необходимо поменять свои слова, чтобы они соответствовали слову в царстве, где мы сейчас живем. Мы должны изменить свои слова, чтобы они соответствовали словам царства Божьего. Да. Именно там мы живем. Мы живем в царстве Божьем. Мы живем в царстве Божьем. В Библии сказано, что мы переведены из царства тьмы и введены в царство Его возлюбленного Сына. И для нас сейчас очень важно знать. Совершенно верно. Когда мы рождены свыше. Когда мы рождены свыше. И наш разум должен обновиться для жизни в этом царстве Божьем. И вы должны слушаться. Нам нужно быть послушными. Если вы, будучи избавлены от царства тьмы и переведены в царство света, так и не приспособились, не акклиматизировались к царству света своими словами, своими мыслями, своими поступками, тогда вы будете дальше жить во тьме, хотя вы уже в царстве света. Вы можете оставаться больными, быть банкротами, пребывать в смятении. Или же вы можете возрастать. Да. Вам нужно расти там, где вы посажены. Да. Вам нужно обновлять ваш разум. Вам нужно обновлять ваше мышление. Ваши уста, ваши слова. Абсолютно верно. Что говорить, чего не говорить. И тогда жизнь в царстве может быть вашей. Да. И здесь, в 13 стихе. Я жила в обоих местах. Вы были во тьме. Я была в царстве недостатка. В царстве недостатка и тьмы. В царстве болезни и нищеты. Царство тьмы именно таким и является. Да. Нет помощи. Это царство недостатка. Там никогда не бывает достаточно. От зарплаты до зарплаты. Возможно, от зарплаты до зарплаты. Едва хватает. Возможно, от зарплаты до зарплаты. Едва ли от зарплаты до зарплаты. Но мы были переведены в царство Божье. Когда мы приняли Иисуса Господом в нашей жизни, в тот день мы были введены туда. У нас ушло какое-то время на то, чтобы научиться действовать в этом, в новом царстве, и получать другие результаты, чем мы получали в прошлом. Правильно. Мы могли родиться свыше и так и не узнать, как действовать в царстве света, и по-прежнему жить в недостатке, в болезнях, немощах, под проклятием. Это правильно. Слава Богу, что мы услышали Слово Божье, и оно все изменило. Вы услышали Слово Божье. Я тоже услышал. Я тоже услышал. Мы смеемся над моими короткими брюками, когда я приехал сюда. Но когда я приехал, я уже до своего приезда начал слушать проповеди брата Кеннета. Он выслал мне все свои проповеди. Джордж настоящий Янкин, он акклиматизировался. Да, акклиматизировался, можно так сказать. Да. Я еще могу сказать что-нибудь как раньше. Это просто слетает с языка. Но я слушал проповеди брата Кеннета до того, как приехал сюда. Да, и попросил Терри выйти за меня. И у него был план. Он хотел быть уверенным, что я полностью вовлечен в то, о чем он проповедует. Он выслал мне все свои проповеди. И знаете что, я их слушал. Да. Я учился в университете Орла Робертса, и каждое утро, когда я вставал, я слушал новую кассету. Слушал ее, слушал ее. Так можно делать. Это поменял себя словом. Это поменяло все. Да. Это поменяло всю твою концепцию. Да. Все твое мышление. Все твои слова. Потому что это поменяло сердце. А от избытка сердца говорят уста, сказано в Библии. Что сделал брат Кеннет тогда? Он учил меня жизни в Царстве Божьем. Тому, как жить на этой земле по принципам Царства Божьего. Да. Имеет значение, где вы живете на этой земле. Значение имеет то, что Царство Божье внутри вас. И Царство Божье в вас будет влиять на все вокруг вас. Эффект Эдемского сада. Мы будем создавать Эдемский сад вокруг себя, потому что мы живем в Царстве Божьем на этой земле. Мы приносим Царство Божье. Да. И тогда наши дети рождаются с другим мышлением. Не таким, как было у нас. Да. Они растут, зная, как это Царство действует, и как верить Богу, как сеять, и как пожинать. Им не нужно проходить через эту нищету, болезни и тому подобные вещи, потому что мы не знали, что делать. Я думал о Кэтрин. Кэтрин — это последняя правнучка, вошедшая в эту семью. Да. Кейлип и Райчел родили ее несколько лет назад. Я думал об этом. Кэтрин — это новый член нашей семьи. Да. И я думал, о, эта маленькая девочка, у которой хорошее будущее. Она вырастет, думая и веря Слову Божьему. И не зная, что не все так делают. Понимаете? Верно. Не все думают таким образом. Да. И говорят таким образом. Она вырастет, процветая. Она вырастет, имея менталитет Царства Божьего. Да, это верно сказано. Она научится процветать с раннего возраста. Нам пришлось узнавать это в зрелом возрасте. Но она в этом вырастет. Она вырастет в этом. Это великолепно, Джордж. Это же справедливые отношения наших детей. С детьми Кейли, с детьми Джона, нашими детьми. Они все в этом выросли. Для них это норма. Для них это нормально. Это их вопрос мышления. Да. Ходить верой. Они так думают. Какое благословение. Я записал тут для себя. Я рад, что мое наследие в Царстве Божьем не основано на колебаниях рынка. На что вы опираетесь? На что вы опираетесь? На что я уповаю? Да. У нас есть время. Давайте перейдем ко второй странице Таисов. Давайте перескочим на девятый... Девятый Псалом. Псалом. Я нашел это место. Оно по-настоящему хорошее. И у меня возникло несколько мыслей, которые я записал, которыми хочу сегодня с вами поделиться перед окончанием нашего эфира. Мы должны понять, что мы находимся в Царстве Божьем. Мы родились и вышли из Старого Мира. Мы не от этого мира. Мы родились из Старого Мира в Новый Мир, и что мы не подчиняемся этому времени. Если вы еще не родились и не вышли из этого Старого Мира, вы можете это сделать? Вам просто нужно принять такое решение? Итак, Псалом 9, в 10-11 стихе сказано. Я прочитаю это в двух переводах. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Послушайте, как это в расширенном переводе. Хорошо. Давайте я вам его прочитаю. «Господь будет прибежищем и высокой башней для угнетенных, прибежищем и твердыней во времена скорби, то есть во времена высоких цен, лишений и отчаяния». Это покрывает все. «И знающие имя Твое, кто имеет в Тебе опыт, знаком с Твоей милостью, будут опираться и твердо уповать на Тебя, потому что Ты, Господь, не оставляешь ищущих и вопрошающих Тебя согласно власти Слова Божьего и по праву их необходимости». Так что Он для нас крепкая башня в тяжкие времена и во времена скорби. И вот какие Господь дал мне утверждение. Он сказал, «Мы не подчиняемся времени, в котором мы живем». Если мы стоим на Слове Божьем и вместе с Ним верим Богу, мы не подвержены мирской экономике. Мы не подчиняемся и мы не живем под властью, правлением, контролем или влиянием того, в каком направлении в данный момент движется мирская система и мирская экономика. Так что это наше решение? Какой экономике, какому царству мы будем подчиняться? Какому царству? Уже подчиняемся. Если мы хотим жить в Царстве Божьем, если мы хотим процветать, мы будем делать то, что Он говорит. Если мы хотим жить естественной жизнью, тогда нам нужно изо всех сил стараться. Да. У меня так было, я это помню. У вас было такое? Это был жалкий. Вы не хотите. Я не хочу возвращаться. Жалкий образ жизни. Давайте будем жить в Царстве Божьем. Времена подчиняются власти Слова Божьего, крови Иисуса, имени Иисуса, которые сказаны и высвобождены верующими, и исполнены верующими. Времена подчиняются нам. Нами управляет другая экономика и другая система. Под названием Царство Божие. И в этом Царстве мы имеем победу над недостатком. Во времена скорби мы процветаем и преуспеваем, а не просто выживаем. И едва сводим концы с концами. Во времена скорби, когда все стоит очень дорого, во времена отчаяния, когда люди теряют дома и банковские вклады, мы собираем. Бог пообещал нам быть нашим прибежищем и нашей высокой башней. Совершенно верно. Он поднимет нас над любым экономическим спадом. Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Слава Богу. Позвольте мне закончить Глории цитаты из книги Билла Уинстона. Билл Уинстон сказал... Билл Уинстон является одним из пасторов Чикаго. Он сказал, «Мы должны обновить свое мышление в отношении реальности Царства Божьего и того, кем мы являемся в этом Царстве». Затем он добавил, «Не говорите мне, что Царство не может сделать». Вы можете представить, как он это говорит? «Не говорите мне, что Царство сделать не может». Оно это может. И оно может использоваться конкретно, чтобы, пробившись через все, дать вам все, что вам нужно, независимо от того, что происходит в мировой системе. Это правда, пастор Билл. Это совершенно верно. Мы независимы. У него огромная церковь в районе Чикаго. От этой мировой системы и экономики. Аминь. Мы с Джорджем... Хоть мы и живем в этом мире, мы не принадлежим системе этого мира. Знаете, я не пророк. Это не мое призвание. Но я не думаю, что между временем сейчас и временем, когда придет Господь, станет лучше. Вы правы? Думаю, что, скорее всего, будет больше давления, больше вниз. Да, между прочим, через пару минут... Ты мне это скажешь? ...на второй странице наших тезисов, пока не переворачивайте страницу... Я не переворачиваю. Хорошо. Тут есть пророческое слово, которое брат Копланд высвободил в 2010 году в отношении того времени, в котором мы сейчас живем. Слава Богу. И это совпадает с тем, что вы только что сказали. Может, я пророк? Вполне может быть. Я бы не удивился. Я так не думаю. Я замужем за пророком. Мне этого достаточно. Этот дар перешел и на вас. Наверное. Знаете, мы вчера читали первую главу послания к Колоссянам. Это важное местописание, в которое каждый верующий должен верить, принимать, ходить в нем, обновлять этим местом писания свое мышление. Мы должны это знать. Название сегодняшней передачи «Эффект отделения». Это хорошо. Мне это нравится. Мы были отделены. Я называю это... Именно так учит Библия. ...быть отделенным от сопутствующего вреда со стороны этой мирской системы. Ну, вот царство света и тьмы. Да. Мы в царстве света. Есть хороший прообраз этого. Сыны Израиля были в Египте, и там имел местоэффект отделения. Помните, в земле Гесем был свет, а над Египтом была тьма. Это было отделение. Скотт египтян погибал, в то время как Скотт детей Израиля жил. Эффект отделения. Они были по соседству друг от друга, но они были отделены благословением Божьим. Они были отделены благодаря принципам защиты в Царстве Божьем, которые они получили от Бога, и которые мы тоже получили. Да. Мы тоже получили. Аминь. Да. Мы это получили. Библия повторяет это снова и снова. Снова и снова. Итак, Колоссянам 1 глава. Прочитаем 12 стих. Хорошо. Здесь сказано, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас, уже избавившего нас». Если вы познали Иисуса как своего Господа, а это так легко, принять Его своим Господом и Спасителем, вам нужно лишь сказать, «Иисус, войди в мое сердце, сделай что-нибудь с моей жизнью». Да. Я отдаю свою жизнь в твои руки. Если вы это сделали, если вы приняли Иисуса Господом только что, тогда мы хотим выслать вам кое-какую информацию, фактически книгу под названием «Все это Он сделал для вас». Мы хотим выслать вам это, потому что вот где это начинается, Глория, эффект отделения. Отделение нас от этой мирской системы. Он начинается, когда мы принимаем Иисуса Господа на своей жизни. Вам нужно переродиться из старого в новое. Тут сказано в 13 стихе. «Избавившего нас от ласти тьмы и введшего, уже введшего, в царство возлюбленного сына своего». Да, это уже произошло. Это не произойдет когда-нибудь, это уже сейчас. Сейчас, мы там сейчас. Мы должны жить небесной жизнью здесь, на земле. И привилегии принадлежат нам. Привилегии. Мы должны узнать, как в этом ходить. В привилегиях Царства Божьего. Да, верно. Поэтому эта книга, Это хорошая книга, которую вы должны написать. «Привилегии Царства Божьего». Это было бы хорошо. Они доступны для нас уже прямо сейчас. Глория, мы больше не живем под властью, правлением, контролем и влиянием тьмы и того направления, в котором движется мирская система. Да. Мы не живем в ней. Мы родились из нее в другое царство. Мы родились из нее в другое царство. Что произошло, если мы приняли Иисуса Господом в своей жизни? Да, верно. Так что это уже сделано. Что мы должны делать, будучи переведены в Царство Света, из Царства Тьмы, так это узнавать, как действовать, жить и процветать и быть благословенными. Да, да, да. Здесь, в Царстве Процветания. Это все уже там. В Царстве Божьем все правильно. Мы должны узнавать, как в этом ходить. Мы с Кеннетом были какое-то время рождены свыше, прежде чем узнали что-то от жизни в Царстве, куда были введены. Да. Поэтому мы жили, как остальные люди, что не было хорошо. Это было под проклятием. Вам понадобилось какое-то время. В долгах. Несколько лет. В нищете. У нас ничего не было. Но когда мы начали слушать и поступать на основании Слова из этого Царства, и на основании принципов и законов этого Царства, которые мы были введены, мы начали испытывать преумножение. И мы начали отказываться от немощи, болезни. Мы их отложили в сторону. Мы говорили, «Нет, ты не приблизишься к моему телу во имя Иисуса». Да. Именно так это работает. Вы скажете, «Это слишком просто». Это просто. Что не просто, так это найти, что сказано в Библии, и потом это выполнять. Поэтому после нашего рождения свыше на нас лежит ответственность узнавать, как ходить в том, что с нами произошло. Мы родились заново. У нас есть новое Царство, в котором мы должны ходить. Да. Если мы никогда этого не узнаем, мы будем по-прежнему жить здесь, во тьме. Мы будем рождены свыше, но не получим привилегии Царства. Да. Да. Вы можете быть рожденным свыше, но не получить привилегии Царства. Не жить в ней. Привилегии — это хорошее слово, да. То есть вы не будете жить в наследии, которое вам принадлежит. Легко отказаться в такой ситуации. Вам нужно сделать усилие, чтобы найти то, что сказано в Библии. Аминь. Это сильно, Глория. Мы с вами тут как раз и говорим о том, как действует и проявляется Царство Божье. Мы не подчиняемся времени, в котором мы живем, если мы действуем согласно принципам Царства Божьего. Мы не должны подчиняться мирской экономике, ее подъемам и спадам. Знаете, если у вас свой бизнес, вы не должны в своем бизнесе подчиняться мирской экономике. Вы можете процветать посреди разваливающейся экономики, потому что она не будет в упадке там, где вы. Понимаете? И вы можете быть рожденными свыше и жить так, как если бы вы жили в Царстве Тьмы. Вы можете выйти из Царства Тьмы, но жить так, как если бы вы по-прежнему были там. Потому что вы не узнаете о Божьих путях, о том, как ходить в свободе. Да. Но как только вы это узнаете, вам никогда больше не хочется возвращаться. Это стало моим образом в жизни, Глория. И это становится... И это становится все лучше и лучше с каждым днем. Мы вчера говорили о том, как я сюда приехал в 1976 году. В то время я очень многому научился от вас, от брата Кеннета, от других. Это расширило мою способность верить Богу. И я не хочу возвращаться назад. И знаете, я до сих пор учусь. И ты до сих пор учуешься, правда? Я все еще учусь. Я до сих пор учусь. Верно. Стремясь к Слову Божьему. Постоянно обновляя свой разум в отношении принципов Царства Божьего, в которых Бог хочет, чтобы мы жили и действовали. Да. Он хочет, чтобы мы оперировали в системе Царства Божьего, посреди этого мира, в котором мы живем. Да. Верно. Он заплатил за это высокую цену. Чтобы мы могли, как сказано в Библии, Он искупил нас, там сказано, от проклятия, которое пришло вследствие непослушания в Царство Библии. Он искупил нас от проклятия. И сказано, что Он ввел нас в Царство В Царство Возлюбленного Сына Своего. Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом в своей жизни, с нами происходит нечто важное. Это влияет на все в нашей жизни. Но вы должны возрастать. Вы младенец, пока вы не знаете, как действовать, пока вас не обучат Слову Божьему. А когда вы узнаете, как действовать в Царстве, в котором вы теперь живете, тогда у вас будет победа, у вас будет исцеление, у вас будет процветание, у вас будет мир. Вы можете овладевать чем-то для других людей. Вы можете молиться с ними, и они будут получать исцеление. Вы можете стоять за своих детей, и они будут ходить в Царство Божье до конца их жизни. Слава Богу. Говорю вам, ничто не может сравниться с этим. Я бы ни за что не вернулась. Даже если бы вы мне сказали, «Глория, мы дадим тебе несметные богатства, если ты вернешься в прежнее состояние до того, как ты была введена в Царство», меня бы это нисколько не соблазнило. Сатана предлагал это Иисусу. Все Царства. Да. Это не было соблазном на самом деле. Это было соблазном, но он столько знал, он знал, что в тех других Царствах нет никакого будущего. Когда он перевел нас из Царства Тьмы в Царство Света, он действительно отделил нас от тьмы. Существует то, что называется эффектом отделения, которое происходит, когда вы начинаете узнавать все это, а также то, что Иисус сделал для нас. Евангелие Теана, 17 глава. Давайте откроем это местописание. Хорошо. И поговорим об эффекте отделения. Потрясающе. В 17 главе Евангелия Теана Иисус молится за нас. Это удивительная молитва. Вам стоит ее прочитать. Иисус молился за вас и за меня. Я прочитаю 13 стих. В Евангелии Теана 17, 13 сказано, «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». И слово «освети» здесь означает «отдели». Отдели их от этой мирской системы через Твою истину, то есть Слово Божье. Мы должны быть отделены от мирской системы. И в 15 стихе сказано, «Сохрани их от зла». То есть мы отделены от зла в этом мире, мы отделены от этого. Еще несколько мест Писания, которые я нашел. Позволь мне сказать это, Джордж. Когда мы родились свыше, мы были переведены из царства тьмы в царство возлюбленного сына его. Да. Так что нас вывели оттуда. И скажем, сегодня я родилась свыше, я молодая христианка. Да. Мне не нужно дальше жить во тьме. Верно. Я была искуплена от нищеты, от болезни, от всего проклятия. Но я должна узнать, как там жить. Должна узнать, как жить свободно от болезни. Потому что если я продолжу жить так, как я жила во тьме, то когда ко мне придут симптомы болезни, и я лягу в постель и буду болеть, то я буду болеть, несмотря на то, что исцеление принадлежит мне. Поэтому, когда мы введены в Царство Божье, нам нужно узнавать, как жить в этом новом царстве. И не нести свои привычки, слова и их результаты из старого царства в новое царство. Подумайте о следующем. О ком-то, кто из другой страны. И вот он приехал в Америку. Происходит смена культуры. Нужно учить язык, чтобы общаться. Нужно уметь говорить на другом языке, адаптироваться. Понимаете? Адаптироваться. Например, люди в Америке, как правило, разве что это какое-то исключение, не обезглавливают за то, что ты не согласен с какими-то вещами. Здесь, в Америке, это не происходит. Случается, что людей убивают, но это не является законом страны. Да. Так что нам нужно узнавать, как жить свободными от болезней, немощи, нищеты, от всего того, от чего мы были избавлены. И нам для этого дали слово. У нас есть слово Божье. Подумайте о том, как Бог дал нам это все в распоряжение. Когда мы с Кеннетом начали изучать слово Божье, принимая его как истинно, начали принимать его, подчиняться ему, говорить его, выполнять его. Говорю вам, нищета, болезни и проклятия ушли. вас нельзя переубедить в этом. Нет, меня нельзя переубедить. Люди говорят, да, вам легко так говорить, но у нас действительно не было денег, мы были в долгах. Если так сказать, то у нас даже из этого мира ничего не было. Вы были в отчаянном положении. Все, что у нас было, вероятно, стоило 300 долларов. Да. Но не имело значения, с чего мы начинали. Мы начали верить Слову Божьему. Мы верили, что исцелены. У нас не было немощи болезней, но мы верили, что мы процветаем. Мы стали даятелями десятины, сеятелями, теми, кто говорит Слово Божье, и все изменилось. И это уже продолжается не знаю, сколько десятилетий. продолжаете учиться принципам Царства Божьего, и признаете, осознаете, что несмотря на происходящее вокруг вас, несмотря на то, что происходит в финансовом мире, или любой другой сфере, мы были переведены, избавлены от этой тьмы, бедности и недостатка. Мы были введены в Царство Божье, и мы действуем по принципам Царства Божьего, и процветаем в Царстве Божьем. Мы процветаем независимо от времен. Да, аминь. Независимо от происходящего вокруг. Посмотрите вторую страницу тезисов. Это слово, которое Господь дал брату Копланду в отношении тех времен, в которые мы сейчас живем. И мы будем ссылаться на него в течение этой серии передач. Глория, я постоянно к этому возвращаюсь. Это слово было высвобождено 6 августа 2010 года. И вот мы несколько лет спустя, но послушайте это слово, у этого мира серьезные проблемы. У этого мира серьезные проблемы, но для дома веры и для того, кто крепко держится моего слова. Это важно. Все будет хорошо. Прошло уже столько лет, а именно так все и казалось. Да. Аллилуйя. Так все и казалось. У этого мира серьезные проблемы. По всему миру в разных местах грядут тяжелые события. это происходит. Они сейчас такие, и положение не станет лучше. Эти события будут становиться все хуже и хуже. Этот мир катится вниз и не может остановиться. но для дома веры все будет хорошо. Все будет хорошо. И конечно же так и было. Так и было. И так есть, и так будет. Послушайте это. Знаете, Глория, когда я изучаю слово от Господа через брата Кента или других пророков, я потом анализирую это слово и нахожу, что же оно доносит до меня. И я могу видеть предостережение, которое есть в нем, и понимаю, что я должен делать. Как это слово влияет на тебя? Как оно влияет на меня? И вот здесь это указание, инструкция. Вам нужно будет занять позицию. Вам нужно будет подвязаться добрым подвигом веры. Верно. Но когда вам было не нужно это делать? Сейчас опасные времена. Это опасные времена в финансовом плане. Это опасные времена для земли, потому что земля погрязла под огромным весом греха. Под землей в океане и на небе происходят разные вещи. Есть места и возникают разные ситуации. Все трещит и потрясается. В разных местах земля пытается расколоться на части. Поэтому стойте на моем слове и к вам это не приблизится. Стойте на моем слове и к вам это не приблизится. Прославляйте и поклоняйтесь моему имени. Не вносите страх и проблемы в свою жизнь через свои уста. Перестаньте жить в том доме. Вернитесь назад сюда в дом веры. Питайтесь моим словом, а не хлебом печали. Смотрите мне в лицо. Прославляйте и поклоняйтесь и проповедуйте слово Божье. Прославляйте и поклоняйтесь и проповедуйте слово и все будет хорошо. И в конце концов сказано ваше время пришло. Сейчас ваше время отличаться. Сейчас ваше время, чтобы делать огромные чрезвычайные дела в финансовом мире, в мире медицины и во всех сферах. Здесь интересно, в мире медицины. Да. Помните, как это было в свете вируса Эболы и того, что с этим было связано? Во всех сферах, где этот мир в таком отчаянном положении так запутался, что они не в состоянии понять, насколько они на самом деле запутались. Им больно, и они из-за этого плачут. Но для тех, кто обитает в доме веры, все будет хорошо. Аллилуйя. Все будет хорошо. будет хорошо. Разве это не мощное слово? Глория, я изучал Это было в августе 2010 года. Да, в 2010 году на конференции верующих. И все хорошо. Все хорошо. Но нам нужно в это верить. Мы верим. Мы должны это взять. Нужно осознать две вещи. Номер один, у этого мира серьезные проблемы. Да. И лучше не становится. Не становится и не станет. Лучше не станет. Слово Божие говорит, что станет хуже. И номер два, но для тех, кто обитает в доме веры, все будет хорошо. 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 Все. Все. Аллилуйя. Все будет хорошо. Аминь. Все будет хорошо. Это было сказано несколько лет назад. Все было хорошо и будет хорошо для тех, кто обитает в доме веры, тех, кто верит в Бога, кто взирает на Него. Верно. Они смотрят на этот мир. Чтобы не происходило вокруг нас, чтобы не происходило вокруг, нам нужно понять следующее. Если мы стоим на Слове Божьем, если мы применяем принципы, которые мы видим в Слове Божьем, нас это не коснется. Наши финансы не будут затронуты. Да. Если мы приносим десятину и являемся сеятелем, эти десятины являются страховым полисом. Это соединение с процветанием. Это защитный фактор. Малахи 3 сказано, что пожирающим запрещено. Пожирателям семени запрещено. Как бы ужасно дьявол не совершал пожирания в этом мире, десятина защищает вас от этого. Оберегает вас от этого. И чем больше давления есть в этом мире, тем больше десятина должна подниматься и делать то, что правильно. Да, верно. Чем больше размер десятины, тем больше десятина важна для нашего благосостояния. Конечно, она всегда важна. Но чем больше в мире плохих вещей, тем от больших бед она поможет нам избавиться. В конце передачи хочу процитировать еще что-то. Это из серии передач Каннета и Билла Уинстона о принципах Царства Божьего. Сейчас я вам зачитаю эту фразу. Это сказал пастор Билл Уинстон несколько лет назад. В экономике что-то грядет. Что бы это ни было, если человек действует по принципам Царства Божьего, а это то, о чем мы говорим, это будет так же, как было во времена потопа в Ковчеге Ной. Мне это нравится. Послушайте это. Я это принимаю. Чем хуже становились условия, тем выше поднимался Ной. Это правда. Чем хуже будет становиться, тем на более высокое положение будет подниматься народ Царства Божьего на земле. Это истина. Это потрясающе, да? Чем хуже будет становиться. Ковчег продолжал подниматься. Да, Ковчег продолжал подниматься. Царство Божье будет просто продолжать подниматься. Царство Божье поднимет нас вверх. Слава Богу. Над этой отчаянной экономической ситуацией. Да. Говорю вам, что-то грядет, и нам лучше быть готовыми. Да. И мы будем. Я приношу десятину. Я приношу десятину. Я сеятель. Я сеятель. Я верующий. Я жнец. Я не просто сею или приношу десятину, я верю, когда сею и приношу десятину. Недостаток. Верно. Всякий раз. Всякий раз, когда возникала какая-то проблема. Самым плохим, что ты видел, как мы преодолели... Какая сумма? Самым плохим... Это был дефицит 8 миллионов долларов. 6 миллионов дефицит. 6 миллионов? 6 миллионов. Счет при отсутствии денег, чтобы это оплатить. Но что мы делали? Мы верили Богу. Да. Мы вышли из этого. Мы это оплатили. Иисус помог. Это было чудо, Глория. Это было сверхъестественно. Это было сверхъестественно. Потому что мы только-только начали транслировать ежедневные телевизионные передачи. Боже мой. И наши счета росли, как гора. И как-то я был в офисе, потому что в то время я был исполнителем, директором миссии... Тебе не следовало. Я был в офисе с калькулятором. Я знаю, что мне не следовало этого делать, но я увидел, что мы отстаем по нашим телевизионным счетам. А когда вы отстали с одним счетом... Это сотни тысяч долларов. Тогда это было 2,5 миллиона долларов. И если вы отстали хотя бы на один месяц, поймите, эти счета начинают накапливаться. И к концу 1989 года у нас образовался 6-миллионный долг вместе с счетами за телевидение и другими счетами, которые необходимо было оплатить. И вот мы вошли в 1990 год. Я помню, как вы с Канатом были твердыми. Вы стояли на Слове Божьем. Каждый день я общался со штатом нашей миссии. И мы вместе прославляли Бога и поклонялись. Верили Богу. В здании нашего офиса на первом этаже. И говорю, произошло что-то сверхъестественное. Потому что к марту или к маю того года все наши счета, которые нужно было оплатить, были оплачены. Все счета, кроме счета за телевидение. И вот наступило 10 июля 1990 года. 9 утра. Ваша сестра Джен принесла мне последний чек об оплате последнего счета за телевидение. И мы собрали весь штат нашей миссии и начали радоваться и прославлять Бога посреди всего этого. Вера работает. Я видел, что это хорошо. Потому что это привело меня к моему первому местописанию. Вам это понравится. Послушайте, как звучит 36-й псалом, 25-й стих, в одном из переводов. «Я был молодым, а теперь стал стар. Однако я никогда не видел, чтобы праведники были покинуты, или чтобы их дети просили хлеба. Они всегда щедры и дают взаймы. Их дети будут благословением». «Слава Богу». Я никогда не видел. Никогда не видел. Бог всегда был верен по отношению к нам. «Разве это не потрясающе?» А когда этой миссии было 9 лет, и я пришел, чтобы работать сюда, у вас уже 9 лет существовала евангельская ассоциация Каната Копнунда. Думаю, о появлении тут. Но даже в те ранние годы Господь обеспечивал и восполнял нужды этого служения, несмотря на происходящее в экономике или же другие обстоятельства. Вы продолжали расти и развиваться, и мы всегда процветаем. Вам нужно решить прямо сейчас, что вы должны процветать в трудные времена, независимо от того, что происходит вокруг. Что бы ни происходило в стране или в вашем доме, вы всегда процветаете в трудные времена, потому что Слово Божие четко говорит, «Я был молодым, а теперь стал стар. Однако я никогда, никогда не видел, чтобы праведники были покинуты, или чтобы их дети просили хреба». Мы никогда не были покинуты. Мы сейчас никогда не покинуты. Верно. Мы никогда не будем покинуты. Да. Поэтому нам не нужно жить в страхе. Мы живем в вере. Именно это происходит в любом случае, в физической, финансовой, любой другой сфере. Мы смотрим в Слово Божье, и мы принимаем. И Бог нелицеприятен. Мы процветаем независимо от того, что происходит в мирской экономике. Нам нужно, чтобы внутри у нас это отложилось. Нельзя впускать страх. И нельзя впускать страх. Вот что важно. Нельзя питаться страхом, сомнениями и неверием, что бы вокруг ни происходило. Возможно, именно сейчас ваша семья находится под влиянием спада в экономике, но вы должны увидеть верность Бога и стоять на Его Слове, потому что тут сказано «Я никогда не видел праведных покинутыми». Никогда. А праведные – это люди во Христе Иисусе. Это те, кто приняли Иисуса Господом в своей жизни. Хочу использовать один пример. В связи с процветанием, а не просто выживанием. Некоторые верующие думают, «О, если бы я мог хотя бы продержаться на поверхности, мне бы только выжить, мне бы только продержаться». Но нам нужно выйти из этого менталитета выживания и перейти к менталитету процветания, к менталитету преуспевания. Аминь. Знаете, я думаю обо всех этих телевизионных шоу, когда они берут какого-то парня и бросают его... Иногда это оказывается довольно тяжелым испытанием для них. И для нас тоже это иногда бывает тяжело. Я думаю об этих шоу. И они просто кидают этого парня в сложные условия. У него есть с собой камера, и он снимает все, как выживать. Как он охотится, каких жуков он ест, какие листья он живет. Знаете, это настоящее выживание. Это выживание. Одно из таких шоу называется «Человек выживания». Это выживание. Но это не то, что мы делаем. Нет. Мы не просто еле-еле выкарабкиваемся. Мы не просто еле-еле держимся на поверхности. Нет, мы процветаем. Мы процветаем во всех обстоятельствах. Мы процветаем. Процветаем во всем. В трудные экономические времена мы не просто выживаем, мы процветаем. Знаешь, одна из причин, почему это работает, состоит в том, что наши партнеры и люди, которым мы служим, научены. И они тоже процветают. Они продолжают делать то, что обещали делать. Они продолжают процветать, и мы продолжаем процветать. И это работает. Это работает. На всех уровнях. Да. На всех уровнях. Я ожидаю, что наши партнеры будут процветать даже в самые трудные экономические времена. Я ожидаю, что их дела и их бизнес пойдут в гору. Я ожидаю, что они будут преуспевать и переживать умножение и расширение и процветать. Процветать. А не терпеть неудачу. Вот это слово, это хорошо. Сегодня я хотел кое-что показать в отношении того, как это работает, как это действует. Царство Божье на земле действует именно таким образом. Послушайте, мы не от этого мира. Мы посреди него, но мы не от него. Название сегодняшнего послания следующее. Одинаковые условия, разные результаты. Мы можем находиться в одинаковой близости к экономическому спаду, но не испытывать на себе сопутствующий ему ущерб. Мы можем находиться посреди того, что устремляется вниз, в то время как мы будем устремляться вверх. Мы уже поменяли царство. Мы поменяли. Мы больше не в царстве тьмы. Мы живем в царстве света. И мы процветаем в царстве света. Да, мы преуспеваем. Мы там больше не живем. Одинаковые условия, разные результаты. Это напоминает мне историю в Евангелии от Луки, когда Иисус делился словом о том, чтобы быть исполнителями слова. И вот один человек построил свой дом на камне, а другой построил на песке. Послушайте, внешние условия одинаковые. Одинаковое наводнение, одинаковые условия, ветер, но дом, построенный на песке, обрушился, а дом, построенный на камне, устоял. Да. Одинаковое наводнение. И ко мне сейчас приходит одна картина. Разные основания. Разные основания. Совершенно точно, Глория. Разные основания. И я думаю о этой картине урагана, которую я наблюдал во Флориде. Если посмотреть с воздуха, вы смотрите на всю эту картину. все за исключением одного дома. Все было разрушено. Один дом стоит нетронутый посреди всех этих домов, которые обрушились. Вот такая картина. И эта картина, это прообраз жизни. Это картина. В царстве. Жизни в царстве Божьем. Вокруг одинаковые условия, но разные результаты. Разные результаты. Верно. Одинаковые условия. Разные результаты. Слава Богу. Давайте откроем 17 главу книги Еремии. Эта история похожа на то, о чем мы только что говорили. Из Евангелия от Луки 6 главы. О этих двух домах и наводнении. Здесь речь идет о похожих внешних условиях. Еремия 17 показывает картину экономического спада. Тут есть и голод, и экономический спад. Фактически в Писании это называется во время засухи. И вот мы видим два человека. Один действует по принципам Царства Божьего, а другой нет. Давайте рассмотрим это. 17 глава Еремии, 5-6 стихи. Хорошо. У вас это там есть? У меня подчеркнуто, обведено, все что угодно. Хорошо, приступайте. Ты хочешь, чтобы я это прочитала? Это не расширенный перевод. Да, хорошо. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа, которого... Верно? И которого сердце. Которого сердце... Наверное, мне следует найти очки. Которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. Когда вы во тьме, вы не видите благословения. Вы его не видите. Вы не видите благословения. Вы не видите, когда приходит добро. Вы не видите возможности. И поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Остановимся здесь. Давайте здесь остановимся. Давайте поговорим об этом. Хорошо. Поговорим о первом человеке. Мы не хотим быть таким человеком. Мы не хотим быть таким человеком. Проклят человек, который надеется на человека. То есть он надеется не на Бога. А мы должны полагать свою надежду на Слово Божье, на Бога. Проклят человек. Понимаете, он проклят. Проклятие — это недостаток. Проклятие — это недостаток, дефицит. Проклятый человек никогда не имеет достаточно. Немощи, болезни и все такое. Это все представляет эту мирскую систему. Вавилонскую мирскую систему Итак, проклят человек, который надеется на человека и плоть, делает свои опоры Или же принимает решение на основании того, что считает правильным Которого сердце удаляется от Господа Вот какой это человек И результатом всего этого будет следующее Он будет как вереск в пустыне Знаете, вереск в пустыне – это такое сухое растение Мне надо было бы посмотреть Сухой куст Это также означает быть очень бедным Вот на что он похож Посреди таких обстоятельств И, написано дальше, поселиться в местах знойных степей В местах, которые не плодоносят На земле бесплодной необитаемой На солончаках, где ничего не растет, как сказано в одном переводе Бесплодная земля Нет урожая Ничего не растет На соленой земле Хорошо, Глория? Пожалуйста, прочитайте 7-8 стихи Благословен человек, который надеется на Господа И которого упование – Господь Ибо он будет как дерево, посаженное при водах И пускающее корни свои у потока Не знает оно Мне это нравится Когда приходит зной Этот человек не будет знать разницы Он будет благословлен и в жару, и в холод, и в зной Это благословение Не знает оно, когда приходит зной Лист его зелен И во время засухи оно не боится Иными словами, давайте поливайте свой двор Тут не совсем это сказано Но ваш урожай в год засухи будет без проблем Такое дерево выстоит и переживет это И не перестает приносить плод Оно будет приносить урожай, несмотря на засуху Да, во время голода Да Несмотря на происходящее вокруг Оно по-прежнему будет приносить плод Да, процветать Теперь послушайте следующее местописание Я, Господь, проникаю в сердце И испытываю внутренности То есть мысли Чтобы воздать каждому по пути его И по плодам дел его А теперь свяжите это все с благословен человек Он видит доброе, он имеет доброе Проклят человек, который не ходит с Богом А потом свяжите это все с тем, что Господь проникает в сердце Он знает Да Возможно, у вас есть все привилегии праведного человека С точки зрения других людей Но вы совсем не являетесь праведным Потому что вы не ходите с Богом Возможно, вы даже правильно говорите Возможно, вы делаете вид Но Господь не смотрит на ваш вид Он смотрит на ваше сердце И Он видит, где ваши мысли, о чем вы думаете Если вы удивляетесь и думаете Просто не знаю, почему я такой неблагословенный У меня постоянно проблемы Возможно, когда вы идете в церковь Для других вы очень хорошо выглядите Они думают О, да, он диакон Да, он любит Бога Но каковы мысли его сердца Возможно, он совсем не такой хороший парень Просто он так выглядит Это внешний вид На самом деле, никто, кроме нас самих Не может исследовать наши мысли Кроме нас самих Мы должны посмотреть, что мы думаем В испытаниях и проблемах жизненно важны ваши поступки Но ваши поступки происходят от ваших мыслей Так что вы не будете поступать правильно Если ваши мысли не будут правильными Поэтому что говорит Библия? Обновляйте свой разум Да И это ответ на то, чтобы жить в процветании В здоровье и благословении, а не в проклятии Думайте, как думает Бог Говорите, как говорит Он Иисус учил нас, что мы будем иметь то, что мы говорим Да, именно так Знаете, вы абсолютно правы, Глория В этом разница между Это не трудно Между этими двумя людьми Были одинаковые окружающие условия Да Но разные результаты Мы можем жить Верно Во время экономического спада В том, что касается страны Но это не повлияет на нас Нас это не коснется Будет как раз наоборот Мы будем на подъеме, а не на спаде Мы будем процветать Процветать в трудные времена Который поселился в засушливой степи И хорошая новость в том, что мы можем Помогать этому человеку Мы можем притянуть ему руку помощи Потому что мы утверждены на Слове Божьем Мы прочно и стабильно Основываемся на Слове Божьем Да Мы процветаем в хорошие времена И в плохие времена Мы церковь Церковь может процветать в хорошие времена И в плохие времена Отдельные люди могут процветать в хорошие времена И в плохие времена, если будут постоянно исполнять то, что сказано в Слове Божьем. Даже если все выглядит плохо, даже если люди живут в страхе того или иного происходящего события на земле, а мы просто стоим на Слове Божьем, мы продолжаем сеять, продолжаем приносить десятину, мы продолжаем верить Богу, продолжаем правильно говорить. Мы не принимаем голод, мы не принимаем кризис, мы не проповедуем это, и мы благословлены. Благословение будет продолжать работать. Аминь. Знаете, у нас есть свидетельство. Мы хотим показать вам его через минуту, и Аарон является партнером нашей миссии, у него бизнес, и он верил, что Господь побудил его приехать на конференцию веры, которая проводила эта миссия. Но мог ли он себе это позволить? Мог ли он это сделать? Он решил быть послушным Богу. И произошло несколько интересных вещей, когда Аарон послушался Богу. И что Бог сделал для него. Он исполнил то, что ему было сказано. Он исполнил то, что ему было сказано. Да. Времена не были, мы преуспеваем. Мне это нравится, Джордж. Я это запишу. Какие бы времена не были... Мне просто вырвалось это. Какие бы времена не были, мы преуспеваем. Мы процветаем. Каким бы ни были условия, хорошие, плохие, неблагоприятные, замечательные, мы все равно преуспеваем. Потому что мы как то дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плоды в положенный срок, вовремя. Наши листья не сохнут, и что бы мы ни делали, в любом месте, в любое время мы преуспеваем. Как мы можем это делать? Мы можем процветать. Я имею в виду, как получается, что это срабатывает и для нас, и для любого человека. Потому что мы принимаем Слово Божье как окончательное Слово. Не то, что говорит газета, или телевидение, или новость, или кто-то еще. Но мы принимаем Слово Божье как окончательный авторитет в нашей жизни. Именно в Него мы верим. И это поднимает нас над болезнями, немощами. Это поднимает нас над тяжелыми временами, над нищетой. Это поднимает нас вверх на уровень процветания. Слава Богу. О, вы только что кое-что сказали. Это хорошо. Вы сказали, это поднимает нас над. Слово Божье — это ковчег. Да? Аминь. Это поднимает нас вверх, над всем, что система этого мира может предложить. Да, Слово Божье — это как ковчег. Слово Божье — это арка. Мы поднимаемся вверх, над. Слава Богу. Слава Богу. Глория, мы говорим о преуспевании, о преуспевании в сложные, трудные времена. О преуспевании в хорошие времена. И из первой главы посланий к Лосянам мы узнали, что мы были избавлены от власти тьмы, или царства тьмы, которая представляет бедность, недостаток, болезни, немощи. Все, что находится под проклятием. Все плохое находится под проклятием. Все плохое находится под проклятием. И мы были избавлены, или были переведены в царство Божье. Мы были избавлены от власти тьмы и переведены в царство Божье. Мы обитатели царства Божьего. Да, мы обитатели царства Божьего. Мы живем на этой земле. Иисус в своей молитве в Иоанне 17 говорит, что Бог осветил нас через свое слово, или отделил нас. Он сказал, что мы в этом мире, но мы не от этого мира. Так что мы отделены от этой системы. Мы не подчиняемся сложным временам, в которые мы живем. Мы не подчиняемся. Мы не находим под властью, правлением, контролем. Не подчиняемся. Со стороны этой мирской экономики, этой мирской вавилонской системы. Мы подчиняемся царству Божьему. Им, верно. В системе царства Божьего, которая действует здесь, на этой земле. Вот где мы живем, на самом деле. Вот где мы действуем, в Царстве Божьем. Слава Богу. Да, мы там. Мне это нравится, это абсолютно верно. Мы были отделены от этого, чтобы мы могли процветать. Вы можете процветать в вашем бизнесе, в вашей жизни, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали. И знаете, Глория, одно, о чем мы будем говорить на следующей неделе, касается Исака, который процветал во время голода. Да, это хорошо. Поэтому не имеет значения, в каких условиях вы сейчас живете. Вы можете получить эффект Эдемского сада. В какой бы точке мира вы ни находились, вы можете изменить экономическую ситуацию. Вы можете развернуть экономическую ситуацию. Мы поговорим об этом немного больше. И завтра... Слава Богу. Мы будем говорить о том, как Иисус полностью поменял ту ситуацию на галилейском рыбном рынке. Он изменил ее. Аминь. За одно мгновение. И мы можем жить подобным образом. Замечательно жить таким образом. Какое это удовольствие. Скажите вам, что все тезисы наших передач доступны для вас. Воспользуйтесь нашими материалами, тезисами, передачами. Дадите их на нашем сайте. Мы не можем охватить все на этой передаче. Но в тезисах это все доступно для вас. Так что скачайте их для себя. Просматривайте и скачивайте для себя наши передачи. Там уже 174 передачи о преуспевании. Все они о преуспевании. А к моменту, как мы закончим эту двухнедельную серию, их уже будет 180. 180 индивидуальных изучений на тему процветания. 180. Представляете? Посмотрим. Он у нас кто? Я пытаюсь придумать... Именно. Принц процветания. Не знаю даже. Принц процветания. Да. Ты заслужил этого звания. Я верный ученик Канеты и Глории Копланд все эти многие годы. Начиная с 1975 года. Когда я начал слушать ваши проповеди и учения. И в этом вы научили меня очень многим вещам. Которые теперь просто умножаются и умножаются. И я осознаю и понимаю, что еще многое можно узнать. Многое можно узнать о времени, в котором мы живем. Как правильно различать это время. И знаете, есть слово, которое Господь дал брату Копланду. Пророческое слово. Это было высвобождено 6 августа 2010 года. Послушайте. У этого мира серьезные проблемы. Но для дома веры и для того, кто крепко держится моего слова, все будет хорошо. Я верю в это. У этого мира серьезные проблемы. По всему миру в разных местах грядут тяжелые события. Уже сейчас тяжело, и положение не станет лучше. Будет становиться все хуже и хуже. Этот мир катится вниз и не может остановиться. Но для дома веры все будет хорошо. Когда это слово пришло? 6 августа 2010 года на конференции верующих. Аллилуйя. Какое слово. Да, более 7 лет назад. Какое замечательное слово. Это слово пришло. Поэтому мы учимся, как жить в Царстве Божьем на этой земле. Да. Мы узнаем, как получить такой же результат, который был, например, у Исаака, когда он поселился и обитал в земле Герар, в которой был сильный голод. И там он стал самым богатым человеком в мире. Прямо посреди этого голода. Потому что он процветал. Потому что он процветал. Он процветал во время голода. А сегодня, Глория, я хотел бы поговорить... Это доказательство. Что вы сказали? Это доказательство, что это работает. Да, это доказательство. Что это работает. Доказательство. Это относится к нашему изучению. Да. Помните тот пример о человеке, который жил одновременно в двух мирах? Вроде он живет на этой земле, но на самом деле он живет в системе Царства Божьего. Я даю тебе задание. Найди еще какой-нибудь пример. Хорошо. Найди в Писании другие примеры людей, которые процветали. Это может касаться и исцеления. Это может быть любое, в чем они процветали, в то время, когда вокруг происходили разные события. Хорошо. Когда свирепствовали болезни и немощи. Это было бы интересно, понимаешь? Я приму вызов Глории относительно этого. Я бросаю тебе вызов. А ты потом вернешься и поделишься с нами. Тогда я смогу с вами этим поделиться. Хорошо. Хорошо. Сегодня мы сфокусируемся на одном слове. Одном слове для каждого из нас. Хорошо. Одно слово. Мы цветем. Мы цветем. В тяжелые времена. Верно. Процветаем. Цветем. Давайте еще раз посмотрим это место, которое мы открывали вчера в книге Пророка Иеремии, 17 главе. В пятом стихе сказано. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа, он будет как вереск, или сухой, корявый куст, в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи на земле бесплодной, необитаемой. А вот седьмой стих. Благословен человек. Представляете? Благословен человек. Думаю, когда-то я тоже была в таком месте. Да, мы когда-то были в таких сухих местах. Где-то в 60-е годы. 67-й или 8-й год. Да. Но затем я узнал, что я благословлен. Но я выбралась. Благословен. То есть получивший право процветать. Человек, который надеется на Господа. И которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах. Именно так мы и делали. И пускающие корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен. И во время засухи оно не боится. Слава Богу. То есть в засушливый год не беспокоится и не переживает. И не перестает приносить плод. Что бы вокруг нас ни происходило, мы продолжаем приносить плод. Слава Богу. Мы продолжаем приносить плод, несмотря на времена. Несмотря на происходящее вокруг. Делаем это во славу Богу. Во славу Богу. Да. Аллилуйя. Я хочу сосредоточиться сегодня на одном слове. Хорошо. На одном слове. В этом отрывке. Оно находится в восьмом стихе, где сказано. Не знает оно, то есть дерево, посаженное при потоках вод. Когда приходит зной, лист его зелен. Глория, я потратил какое-то время, чтобы найти это слово «зелен». Лист его «зелен». И вот что я обнаружил, что это слово означает «цвести». «Цвести». Да? Где это? Оно означает «цвести». Это Иеремии 17, 8, где сказано «лист его зелен». Значит «зеленый». Слово «зеленый» означает «цветущий». Цвести. Аминь. Слава Богу. Цвести. Я начал об этом думать. И подумал о том, что я узнал относительно нашего времени, в котором мы живем. И происходящим вокруг нас. Верно. Что мы не просто выживаем, мы процветаем. Верно. Мне это нравится. Мы не терпим неудачу. Мы цветем. Мы не терпим неудачу, мы цветем. Позвольте, я это запишу. Это джорджизм. Да. Мы не терпим неудачу. Мы процветаем. Позвольте, я скажу вам сейчас слова, которые будут ободрением для вас. Хорошо, я это принимаю. И будут созидать ваш. Ваш дом цветет. Ваше физическое тело в расцвете. Да. Ваши финансы в расцвете. Да, мы это принимаем. Вы переживаете умножение все больше и больше и больше и больше. С каждым днем вы и ваши дети расцветаете во всем, к чему вы прилагаете свои руки. Мы цветем в трудные времена. Я начал искать слово «цвести», «расцветать». Я нашел несколько определений, Глория, которыми хотел поделиться. Слово «цвести» означает «преуспевать». Это в конце вашей страницы. «Преуспевать» или «становиться роскошным». И я подумал, это интересно. «Становиться роскошным». Я начал искать, что означает слово «роскошный». В словаре написано, что выражение «быть роскошным» можно охарактеризовать как «быть богатым» или «обильно произрастать». Это означает «переносить» или «производить в избытке». «Быть чрезвычайно величественным и крайне изобильным». В одном словаре написано «чрезвычайно производительный» или «плодовитый». «Аллилуйя». «Цвести». Мы цветем. В тяжелые экономические времена. Мы цветем все время. Это значит быть не просто в норме, но приумножаться в геометрической прогрессии. Хорошее слово, правда? В геометрической прогрессии. «Преумножаться». Переживать умножение в геометрической прогрессии. Верно? Я верю в это. Хорошо. Если вы обратите внимание на этот стих в переводе «Месседж», я хочу вам его прочитать. Тут речь идет о нас. Вот кто мы. Если мы, как тут сказано, надеемся на Господа и наше упование Господь, я думаю, что мы все сидящие за этим столом можем согласиться, что мы в этом положении. Вот кто мы. Дальше тут сказано, что мы подобны деревьям, посаженным у потоков вод. У воды. Наши корни протянулись вдоль реки. Мы не увидим, когда придет зной. Листья будут зелеными. Мы не познаем тяжелых времен. Мы не узнаем каких-то тяжелых времен. Не переживем их. Послушайте, как это звучит в переводе, Месседж. Тут сказано, что мы будем подобны деревьям, а не как деревья, пересаженные в Эдем, что пустили корни у реки. У них нет никакого беспокойства в самое жаркое лето. Они никогда не сбрасывают листья. Они безмятежны и спокойны на протяжении засухи. Это потрясающе. И приносят плоды в свое время. Вот что мы делаем. Мы делаем сверхъестественные вещи в тяжелое время. Я помню, когда я была девочкой, мой дедушка выращивал персики, как ты знаешь. Да, сорт Гло. Да, сорт Гло, в мою честь. Они ничего не знали о вере или о Слове Божьем. Это были хорошие люди, но они ничего этого не знали, ничего об этом не слышали. У дедушки всегда был урожай. Могло так выглядеть, что его не будет, но урожай всегда был. Он всегда его получал. Он был хороший, милый, чудесный человек. Он был очень добр ко мне и к другим внукам. Дедушка. Он был очень хорошим. Он был благословенным. Однако он многого не знал. Он не знал, как ходить верой, как мы бы это сказали. Но он правильно поступал. Он был хорошим человеком. Он верил Библии и ходил в том свете, который имел. Да. И мы всегда имели урожай. Всегда. Независимо от условий, которые могли быть. Несмотря на погодные условия. Я не помню такого, чтобы урожая не было. Урожай был всегда. Это нечто, Глобия. Да, действительно. Это потрясающе. Конечно, это была моя первая работа, поэтому я многое помню. Да, вы жили там, в Арканзасе. Моей первой работой было отвечать на телефонные звонки во время сбора персикового урожая. Идти в амбары, говорить об этом. Вы были оператором, администратором. Да, я была оператором. А потом я стала сортировщицей, когда отсортировали плохой материал. И вообще должна была хорошо крутиться, быстро реагировать. Вас реально продвигали по службе. Не так ли? Да, я действительно старалась. Думаю, я зарабатывала 50 центов в час. Вы так же преуспевали? Или какую-то фантастическую сумму вроде этой. Урожай каждый сезон. Не помню, чтобы у него когда-либо не было урожая. Несмотря на происходящее вокруг, погодные условия, несмотря на все, каждый раз деревья приносили плоды. Понимаете, именно Бог этого обсуждает. Не было слове Божьим, того, что знаем мы, но он был хорошим человеком. Он был добрым ко всем. Он явно ходил в любви, правда? Он ходил правильно. Он был правильным человеком. И он был благословлен. Он процветал. Он процветал. Эти персиковые деревья были в расцвете. Когда я готовился к передачам, я подумал вот о чем. Я просматривал некоторые записи наших прошлых передач. Я помню, как на одной передаче делился свидетельством о том, что произошло тут, на территории нашего служения. У нас есть молодежная группа, подростки от 14 до 40. И у нас есть волейбольная площадка, которая посыпана песком. И несколько лет назад, всего несколько лет, может, 3 или 4 года, а то и больше, у нас перед началом школы была арбузная вечеринка. То есть подростки собрались, ели арбуз и плевали косточки на волейбольную площадку, где был песок. И вдруг... Послушайте. У нас был урожай. У нас появился урожай. Урожай арбузов. Я не знала, что они могут так расти. Арбузы выросли в песке. Это нечто, правда? Ты когда-нибудь выращивал арбуз? Да. У меня есть его фото. Мне следовало бы его показать. Да, было бы хорошо. Фото арбуза. Семя было посажено. Понимаете, семя было посажено в песке. Невозможно, но Бог... Он просто специализируется, чтобы преуспевать в невозможном. И на следующий год, как обычно, ваш брат Ричард проверяет всю территорию и строительную площадку. И они заказали службу, которая могла бы уничтожить сорняки на волейбольной площадке, потому что молодежь хотела снова играть в волейбол. Они опрыскали сорняки и уничтожили их. Но смотрите, позже появились опять арбузы. Урожай пропал. Второй год подряд. Они снова выросли. Он все равно появился. Когда мы говорим о сверхъестественном действии Духа Божьего, мы говорим о том, что может быть сделано. Понимаете? Он подвергся атаке, но выжил. Он выжил. Аллилуйя. Он пережил атаку. Он выжил. Давление. С нами происходит то же самое. Мы продолжаем переживать умножение. Главное в этом то, что в Царстве Божьем нет никаких колебаний в том, что касается десятины и сеяния. Стократный урожай всегда доступен для нас. Несмотря на происходящее вокруг. Да. Мы продолжаем цвести все время. Слава Богу. А сейчас посмотрите на вторую страницу. Глория. Хорошо. Мы на второй. Быстро пролетело время, поэтому коротко хочу остановиться на одном месте Писания. У нас некоторое время заняла арбузная грядка. Да. Но мы движемся вперед. Но мы продвигаемся. Итак, девяносто первый Псалом. Праведник цветет, как пальма. Да, я помню это Писание. А возвышается, подобно кедру наливания. Насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Слава Богу. Они в старости плодовиты, то есть приносят плод, сочны и свежи. Спасибо, Господь. Процветают, цветут. Да. Я прочитаю, Глория, вот как это звучит на иврите. Я нашел еще одно определение этого слова «цвести». Оно означает расцветать, распускаться, выпускать бутоны, распространяться. Войти в состояние преуспевания, приумножаться в богатстве, благоволении и чести. Стремительно и пышно расти, увеличиваться, расширяться, становиться крайне, чрезвычайно успешным. Такое значение «слово цвести». Аллилуйя. Послушайте еще места Писания. Они есть в наших тезисах. 51-й Псалом, 10-й стих. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков». Притча 11-28. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Да, аллилуйя. Вы слышите это? Как лист. В одном из переводов сказано «праведники будут процветать, как зеленый лист». Притча 14-11. «Дом без оконных разорится, а жилище праведных процветет». Аминь. Псалом, 113-3. «Обилие богатства в Доме Его, и правда Его пребывает вовек». Слава Богу. Ну и, конечно же, Иеремии 17-8. «Что тот, кто надеется на Бога в тяжелые времена, будет как процветающее дерево, посаженное при водах. Оно не будет иметь страха, когда наступит жара, но его листья будут зелеными, и оно будет свисти. Во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Я верю в это. И тут в одном из переводов сказано «и не перестает приносить плод». Такое дерево приносит плоды каждый год и никогда не заботится о недостатке дождя. Слава Богу. Отец во имя Иисуса. Это хорошо. Мы благодарим Тебя за то, что мы процветаем, цветем в тяжелые времена. Мы процветаем, а не просто выживаем. Да. Спасибо Тебе, Господь, что люди, которые смотрят эту передачу и партнеры этого служения, процветают во всем, что они делают. И мы воздаем Тебе честь и благодарим Тебя за это. Спасибо, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Вы сегодня цветете. Я цвету. Я цвету. И все это есть в интернете, да? Да, есть все в интернете. И ты был бы счастлив, если бы люди это проповедовали, использовали это. Пасторы могут взять эти материалы, сделать копии и просто распространить это в своей церкви. Говорю тебе, ты потрясающий... Используйтесь. Что не происходило в мирской экономике, Глория, мы процветаем. Мы процветаем во всех экономических условиях. И что же, Джордж, у нас нет страха перед будущим. Нет никакого страха. Сегодня многие люди имеют страх относительно будущего. Мы процветаем. Мы процветаем в тяжелые времена. Мы процветаем в тяжелые времена. Независимо от происходящего. Слово Божье работает. У меня тут вдохновение. Я нарисую график. Хорошо. График. Это один из финансовых графиков. Возьмем, к примеру, мирскую экономику. У него вот такая картинка. То есть все идет вниз. И я покажу вам, что я изобразил. Где она? Хорошо, у нас вышло. Это я тут. Хорошо. Видно мой рисунок? Хорошо. Итак, экономика идет на спад. Это мы. Нас хорошо видно, да? Мы растем. Но это... Мы преумножаемся. Мы процветаем. Мы переживаем умножение. Видите эту стрелочку, показывающую веру? Мы преуспеваем в тяжелые времена. Поднимаемся все выше и выше. Хорошо, я напишу книгу об этом. Процветать в тяжелые времена. И не имеет значения, что происходит. Абсолютно не важно, что происходит вокруг нас. Все знают, что мы ненормальные. Мы ненормальные люди. Верно. На нас смотрят и думают, что мы сумасшедшие. Помню однажды... Вообще-то это было давно. Хотя нет, это было несколько лет назад. В газете была напечатана статья о нашей миссии. И кто-то процитировал вас. Автор цитировал вас. И цитата была с одной из конференций, когда вы встали и сказали. Это воля Божья, чтобы все больные были исцелены. И в этой статье он написал, что это странно. А я подумал, нет. Думаю, это был день запоздавших новостей. Да, день запоздавших новостей. Мы можем видеть проявление Царства Божьего здесь, на земле. Можем действовать в Царстве Божьем. И эта мирская система не может оказать влияние и затронуть то, в чем мы действуем в системе Царства Божьего. Мы проходим в этом прямо сейчас. Мы процветаем в тяжелые времена. В тяжелые времена? Да. Мы цветем. Мы не просто выживаем, мы процветаем. Верно. Мы процветаем, проходя через все, что сейчас происходит в этом мире. Мы процветаем, потому что все будет хорошо в Доме Веры. Это пророческое слово, которое дал Господь через брата Копланда. Да, я хочу иметь его копию. Я кое-что прочитаю из него. У этого мира серьезные проблемы. Да. Но для Дома Веры и для того, кто крепко держится моего слова, все будет хорошо. Все будет хорошо. Это было 6 августа 2010 года на одной из конференций. Слово пришло через брата Копланда. У этого мира серьезные проблемы. По всему миру в разных местах грядут тяжелые события. Они и сейчас такие. Положение не станет лучше. Эти события будут становиться все хуже и хуже. Этот мир катится вниз и не может остановиться. Но для Дома Веры все будет хорошо. Господь, мы берем это слово. Да, спасибо тебе. Мы так благодарны. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем это. Мы верим в это. Да, Господь. Мы уверены в Твоем слове к нам. Мы так благодарны за это слово ободрения. Спасибо тебе, Иисус. Помните страху, пребывайте в вере. Если что-то происходит, и вам нужны деньги, а вы не знаете, где их взять, помните, что все будет хорошо. Это пророческое слово. Я это беру. Мы использовали это слово очень много раз. Когда что-то происходило, мы смотрели друг на друга и говорили, что все будет хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Хорошо. Все. Все хорошо. Хорошо. Сегодня я помогла. Это замечательно. Спасибо, Глория, что упомянули об этом. Аллилуйя. Поэтому все будет хорошо. Все хорошо. Аминь. Чудесно. Итак, рассматривая сегодняшнюю историю, которая записана в Евангелии от Луки, пятой главе. Хорошо. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили о сверхъестественном экономическом... Верно. ...повороте. Вы можете испытать прямо сейчас сверхъестественный экономический поворот вместе с Иисусом. Он это сделает. Он может это сделать. Он знает, что делать. Он знает, как с этим обращаться. И здесь, в этом отрывке, в этой истории, есть что-то очень важное. Мы его прочитаем. Называем это великим уловом. И в этом месте Писания есть нечто, что я узнал от вас с Кеннетом, когда читал это. Не читайте его поверхностно. Не читайте этот отрывок поверхностно, но по-настоящему поразмышляйте над ним. Углубитесь в него. Найдите, что там сказано. Я увидел в этой истории, Глория, то, чего не видел раньше. Фактически, они столкнулись с серьезной экономической ситуацией в Галилее. Потому что, прочитав, мы видим, что они ловили рыбу всю ночь и вернулись, и ничего не поймали. Они были расстроены. И такое случалось не только в ту ночь. Я думаю, это продолжалось ночь за ночью. Не одну ночь. Иисус видел, что вся рыбная индустрия в Галилее пришла в упадок. Это то, что мне показывал Господь. И это намного больше, чем то, что мы себе представляли. Этот спад имел намного большее влияние, чем то, как мы понимали это первоначально. Понимаете? Был этот экономический спад. Невозможно было поймать рыбу. Не было никаких уловов рыбы. Я тоже в это верю. Петр и его рыбная компания были перед лицом банкротства. Крайне тяжелое. Да, у них было крайне тяжелое положение. Скажу вам прямо сейчас. Возможно, среди тех, кто нас сегодня смотрит, есть люди, которые находятся на грани банкротства. И, возможно, вы столкнулись с очень серьезной экономической личной ситуацией. Может быть, это касается вашего бизнеса. Может быть, это финансовые вопросы вашей семьи. Но Иисус развернет эту ситуацию на 180 градусов сегодня. Слава Богу. Если вы будете внимательно слушать то, о чем мы здесь говорим, поймете то, как Иисус там все изменил, как Он изменил всю ситуацию. И знайте, Он изменит всю ситуацию и для вас, если вы этому поверите. Это ключ. Знаешь, иногда мне не хватает полей, и я прикрепляю маленькие желтые стикеры. Стикеры на поля. И вот, что мы читаем в пятой главе от Луки. Тут сказано. Симон сказал ему в ответ. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. И вот, что я поняла в тот день. Это была школа исцеления. Сегодня я хочу, чтобы вы пересмотрели свою ситуацию согласно Слову Божьему. Видите, Петр сделал именно так. Он пересмотрел. Он пересмотрел. Он пересмотрел Слово, которое проговорил Господь. Но по Слову Твоему. И это было на школе исцеления. Я сказала людям, пересмотрите ситуацию с болезнью, немощью, всем, что выступает против вас, нищетой, невозможностью оплатить счета, что бы это ни было. Пересмотрите ситуацию согласно тому, что об этом говорит Слово Божье. Слово Божье меняет все, слава Богу. Слово Божье изменяет все. И пересмотрите это согласно тому, что есть. Поэтому что вы делаете? Вы пересматриваете это и делаете это в вере в Слово Божье. Слово Божье все меняет. Разве это не прекрасно? Слово Божье все изменяет. Это так сильно меня благословило. Потрясающе, Боже. Слава Богу. И потом я сказала, это Евангелие от Луки 5.5, что это чудо. Петр знал естественное положение дел. Он знал, что это была неуспешная рыбная ловля. Но он пересмотрел ситуацию по слову Иисуса. И он забросил сеть там, где сказал Иисус. Прочитайте мне это еще раз. Петр сказал. Петр знал. Петр знал. Естественное положение вещей. Иначе говоря, он знал, что сейчас неподходящее время для рыбной ловли. Или что это неправильное место. Или что-то еще. Петр знал. Естественное положение вещей. Но он пересмотрел ситуацию по слову Иисуса. И он забросил сеть туда, куда ему сказал Иисус. Хорошо, правда? Потому что я тоже думал, что у меня есть маленький желтый стикер, на котором я кое-что написал. Как-то я слушал серию проповедей брата Кеннета и пастора Билла Уинстона. Пастор Билл Уинстон говорил как раз об этом месте Писания. Он сказал, рыба днем не клюет. Рыба днем не ловится. Именно об этом Петр думал, когда Иисус сказал ему забросить сеть, что в дневное время рыбу невозможно поймать. И Билл Уинстон сказал. Верно. Но откровение Иисуса было против естественной информации. Мне это нравится. Откровение. Откровение противоречит естественной информации. Информация, которой не хватает откровения, это всего лишь факт. Это факт о том, что может произойти или не произойти. Но откровение возвышает нас над этим фактом и поднимает нас в сверхъестественную сферу. Вы имеете дело с профессиональными рыбаками. Это их работа. Они уже долго занимаются этим делом. И кто знает, как долго их родители рыбачили? То есть они знают свое дело. Они действуют согласно естественной информации. Они возвращаются домой. Они хотят идти домой, а Иисус говорит им, забросьте сети для улова. Брат Кеннет об этом тогда так говорил. Как скажете. Который думает, да, да, хорошо, хорошо, ладно, преподобный, сделаем, как ты скажешь. Как скажете. И про себя он думает. Да рыба вообще не ловится в дневное время. Ее невозможно поймать. Это запрограммировано у него в мышлении. А Иисус перепрограммировал ум Петра и всех его партнеров в лодке откровением Слова Божьего. Откровение, которое говорит, что сверхъестественное возможно. Откровение показало им возможности, которые были доступны им в духе прямо сейчас. И они забросили свою сеть и поймали. Огромное количество рыбок. Потопляющий лодку улов. Они все были удивлены. Это противоречило всему, что они об этом знали. Да, это противоречило естественной информации. И послушайте это. Это была бы хорошая серия передач. Хорошо. Откровение против информации. Откровение и Слова Божьего. И Слова Божьего. Против сообщения врача. Противоречит естественной информации. Банковского баланса. Против счетов. Откровение. Откровение, я должен сказать это снова. Откровение Слова Божьего противоречит естественной информации, пришедшей от врача, бухгалтера, или вообще какая-то плохая вещь не пришла к вам. Это как раз то, о чем мы говорим, о процветании в тяжелые времена. Да. Итак, откровение против информации. Мы говорим об откровении. Откровение. А оно превозмогает информацию. Победа за нами. Это победа, победившая мир. Да, да. Победившая плохие известия. Победившая мир. Вера наша. Вера, да. Аллилуйя. Да. Слава Богу. Когда вы только что сказали, я подумал о том, что мы обсуждали, по-моему, вчера. Мы говорили о недостатке, о дефиците, о долге, который возник в этом служении в 89-м году. Да, много было информации. Я хочу сказать, какую информацию мне тогда дали. Бухгалтерия сказала, что единственный путь – это время от полутора до двух лет, чтобы выбраться из этого долга. Это был факт. Но откровение. Да, откровение говорит. Вы вышли из этого долга в течение шести месяцев. Откровение говорит, я верю, что получаю сегодня. Я принимаю это сегодня. И вы стоите на этом, будто исцеление, финансы или что-то другое. Я верю, что в данном случае, в этой истории, это обновило и изменило их разум. Потому что Иисус, в самом первую очередь, дал улов благодаря тому, что попросил у Петра лодку, чтобы проповедовать. Да. Проповедовать откровение Слова Божьего. Петр сказал ему. Он рассказал ему о реальной ситуации, которую видел. Мы трудились. Да. Но тем не менее... По слову Твоему. По слову Твоему. По слову Твоему закину сеть. Именно так мы и делаем, поступая по вере. Так мы поступаем. Вместо того, что говорят нам обстоятельства, банковские счета, что бы то ни было. Тем не менее... Тем не менее, по слову Твоему. По слову Твоему, Иисус, мы забрасываем сеть. Аллилуйя. Тем не менее, по слову Твоему. И что сделал Иисус? И они получили потопляющую лодку груз, как говорил Орел Робертс. Рвущие сети, потопляющую лодку... Потопляющую лодку... Улов. Груз. Мы забыли какой. Еще какой-то. Но это был огромный груз. Это был большой улов. Могу точно сказать, сколько там было рыбы. Сколько? Слишком много? Я могу сказать точно, сколько рыбы там было. Оставайтесь. Я не знаю, сколько рыбы. В этом месте описания обратитесь к Ианну. У тебя есть информация? У тебя есть внутренняя информация? Я увидел это на днях. Хорошо. Да. Иоанна, 21-я глава. Это было тогда, когда Петр опять решил вернуться к рыбной ловле. Вы можете видеть, что в своей Библии я нарисовал рыбу. Я знаю, что я не умею рисовать рыбу. Вы когда-нибудь видели рыбу в Библии? Я нарисовал рыбу. Иоанна, 21-я. Хорошо. Итак, 21-я глава Иоанна, 11-й стих. Хорошо. Тут сказано, «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153». И при таком множестве не прорвалась сеть. Я забыла, сколько ты сказал было рыб? 153 рыбы. 153. Одна, две. Кто-нибудь посчитайте, сколько здесь рыб? Одна, две, три. Сто. Послушайте. Вот полная лодка. Это сверхъестественный улов. Мне это нравится. А смели сказать вам, я позволю себе сказать, Глория, что у них никогда до этого не было такого улова. Не было такого улова. Не было. Никогда. Несомненно. Никогда в их практике. Никогда такого не видели. Никогда такого не видели. Иисус хочет развернуть вашу экономическую ситуацию на 180 градусов. Но слава Богу. И наполнить вашу сеть 153-мя огромными рыбами. И скажу, вот еще что. А как насчет 153 рыбы с золотой монетой во рту у каждой? Слава Богу. Сверхъестественное проявление. Знаешь, я думаю, мы недостаточно думаем о сверхъестественном. А я хочу, Глория. От всего сердца хочу. Я считаю, что думая о выборе, нам следует всегда ставить на первое место сверхъестественный вариант. Да. А потом все остальное. Да. Уже после этого. Да. Я никогда раньше об этом не думала, но я буду так делать. Я читал одну книгу. По большей части, думаю, я делаю это в отношении исцеления и процветания. Я хочу это делать. Я с вами. На все 100%. Я это практикую. Я обновляю свое мышление в отношении всего сверхъестественного, а также сверхъестественного обеспечения. Я читал книгу Дэвида Уидепа, пастора из Нигерии. Мне это нужно. Он написал книгу «Управляя сверхъестественным». Мне это нужно. Не думай, что у меня есть эта книга. Я помню, как мы с Терри летели в Южную Африку. Ты не привез мне ее? Я читал ее по дороге в самолете. Аллилуйя. Я привезу одну из них. Управляя сверхъестественным. Великолепно. Именно ее. Это просто обновление мышления в отношении сверхъестественного. И что Иисус сделал тогда с теми рыбаками? Он открыл их разум и их сердца для сверхъестественного обеспечения, которое Бог для них приготовил. И послушайте. Вот что я верю, что когда Иисус, а ведь он там был с определенной целью, его цель была призвать Петра и Иоанна в служение, и Иакова тоже. Иисус сказал «Отныне будешь ловить человеков». Иисус не хотел оставить их семьи без дохода, и он обеспечил столько рыбы, что это снова стимулировало развитие рыбного рынка. Он хотел взять с собой Петра, но он не хотел, чтобы Петр оставил семью в лишениях, без дохода. Я не знаю, сколько денег они получили бы за эти 153 рыбы. Я уверен, что мы могли бы как-то это вычислить. Но явно это было бы много денег, больше, чем то, к чему они привыкли. Да, больше обычного. Сказано, что они поймали великое множество рыбы. Это был большой рыбный день. Да, это был большой рыбный день. И вот 9 стих. Там сказано, что Петра объял ужас от этого улова. Их объял ужас, и Петр был удивлен. Я немного вернусь. Увидев это, Симон Петр припал к оленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Он как бы проснулся. Это было такое чудо, что привлекло его умнание. Это было большим чудом. Он был своего рода таким близоруким, что вдруг начал видеть, и проснулся, и сказал, ибо ужас объял его и всех бывших с ними от этого улова рыб, ими пойманных. Глория, они были изумлены, они никогда ничего подобного не видели. Да, это потрясающе. Мне нравится, как проповедует Келли. Что она говорит? Когда вы взяли Иисуса в свою лодку, нет ничего невозможного. Правильно. Мне это тоже нравится. Так что... Совершенно верно. Я увидел это. И я подумал, вам нужно, чтобы Иисус был в вашей лодке прямо сейчас. Это правда. Он развернул на 180 градусов экономическую ситуацию в Галилее. И рыбный бизнес Петра, он тоже развернул на 180 градусов. Все, чего Иисус касался, процветало. Это имело эффект процветания. И брат Кеннет написал это в своей Библии. Знаете, я просматривал его личную Библию и видел те записи, которые он сделал сбоку на полях. Палец, указывающий на запись? Палец, указывающий на запись. Он нарисовал этот палец сам, между прочим? Это его фирменный значок. Он написал. Огромный улов был подготовкой к тому, что Петр, Иоанн, Иаков все оставили и пошли за ним. Обеспечил их для служения. Иисус обеспечил. Слава Богу. Все устроил. Он все устроил. А что, если бы Он сказал? Знаете, в это время дня рыбной ловли не будет успешной. Пойдем по домам. Что, если бы Иисус действовал на основании естественной информации, а не на откровении? Понимаете, откровение? Хорошо сказано, Джордж. У нас почти закончилось время. Откровение даст вам привилегированную информацию с самих небес о том, как поступать так, что эта мирская система и представить себе не могла. Кто бы мог подумать о рыбной ловле в дневное время? Слава Богу. Когда вся рыба распугается. Нет. Послушайте. Когда Иисус в вашей лодке, ваша экономическая ситуация развернется на 180 градусов. Мы это принимаем.